Не то, что это гордость. Гордость, я думаю, это сказано как-то по-мирски. Это радость, великая радость, которую нам Пресвятая сама подарила в виде этой чудотворной иконы. Я считаю, что здесь много говорить об этом, я думаю, не стоит, только по одной причине, что она сама за себя говорит. Храм-часовня иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец», что находится в подмосковном поселке Бачурино, место паломничества верующих людей со всей России и даже мира. Небольшая деревянная постройка, а внутри нее настоящее сокровище – мироточащие иконы. Стекаются к ней люди, верящие в чудо, в избавление от грехов, в укрепление веры, в помощь в житейских делах. Мироточить иконы начала в 1998 году, и с той поры слава о ее чудесах продолжает расти и волновать сердца верующих. Икона часто находится в паломничестве, к ней приложились уже жители США, Италии и других стран мира. Большое счастье для москвичей и жителей Подмосковья, что рядом с ними находится такое чудо, ведь многие люди приезжают сюда за тысячи километров. Знаете, конечно, это великая честь, когда люди приезжают, и самое главное – рады за то, что это благоговение перед Матерью Божией, и почитание Матери Божией. Потому что кто, как ни она, нас услышит и нас пожалеет в нужный момент, и вытрет наши слезы, и поможет нам, и порадуется вместе с нами. В этом году возвращено обратно в Синодни по благословению Святейшего Патриарха Кирилла праздник чудотворной Теребенской иконы Божией Матери. Спустя 90 лет забвения Теребенской иконы Божией Матери прошла по шести епархийам. Вот в этом году она тоже посетила город Москву недавно. И очень приятно, что икона, которая сегодня у нас в храме, в которой мы имели счастье приложиться, она тоже ходит, ходит народ, помогает людям. Потому что основная задача наша помогать людям, как и Пресвятая Богородица, всегда исцеляла души человеческие и всегда стоит на страже нашей многострадальной Родины и мироточения, которая является икона Пресвятой Богородицы. В первую очередь отражает те скорби, которые сегодня происходят у нас в стране и во всем мире в целом. Майским солнечным утром храм-часовню в Бачурино посетил известный политик Павел Бородин. К ней к Семистрельной постоянно приезжают люди с самого высокого уровня. Не стал исключением и сегодняшний визит. Непростая судьба политика и человека привела Павла Бородина к Богу. Благодаря Павлу Павловичу восстановлено и построено в России немало православных храмов, мест, куда извечно стремится душа российского человека. Действительно, все в жизни от Бога. Я, когда я практически еженедельно посещаю церковь, каждое утро и вечером молюсь, потому что все равно все Бог. Я сама была просто очарована этим человеком. И, конечно, столько построить храмов, это уже Царствие Небесное построено на себе. Так что я по-другому живу, понимаете. Вот для меня вот это, так сказать, Бог – это помоги ближнему, Бог тебе поможет. Храм-часовня иконы Божьей Матери «Умягчение злых сердец» построена на средства Федерации профессионального бокса России, руководители которой оказывают регулярную помощь ряду русских православных приходов, а также активно занимаются строительством церквей, причем не только в России, но и за ее пределами, например, на Кипре. Я знаю, что скоро икона должна появиться в Балашихе, там будет место пребывания, насколько я знаю. И я так понимаю, что многие из тех людей, кто приходит сюда, ознакомился уже с этой иконой, великой иконой, поможет по строительству храма в Балашихе, и это будет очень благое дело. Ну, я знаю, что у Анатолия Михайловича есть такой проект, вот, и мы тоже рассчитываем и надеемся, что храм будет большой построен. У Анатолия Михайловича есть такая задумка, в Балашихе построить храм большой для иконы, потому что храмик маленький здесь, люди просто на улице у нас стоят, не помещаются просто люди. Вот, вчера, говорю, люди на улице стояли, когда приезжают иконы, когда у нас здесь бывает, народу очень много. Вот, и он захотел бы... Ну, у тебя были такие храмы, я говорю, 70 построил. Положились построить храмы, было бы, конечно, это очень хорошо. А что там нужно? В Сочи, в Москве... Ну, у нас с Анатолия Михайловича, он у нас... Кто думает? Вице-президент Федерации профессионального бокса России Анатолий Петров уже давно вынашивает планы строительства большого храма иконы Божьей Матери Семистрельная в родной Балашихе. Этот храм сможет принять гораздо большее количество людей, пришедших поклониться святыне. Помощь в решении этой благородной задачи таких людей, как Павел Бородин, просто неоценима. Мы с Петровым тоже так же, просто по-человечески. То есть, кто бы что там, нигде бы не был, кто бы что не говорил, все равно ты помоги ближним. Павел Бородин долгие годы возглавляя Союзное государство Белоруссии и России, инициировал появление Федерации бокса Союзного государства. Учредил приз лучшему боксеру и регулярно посещал боксерские турниры, проводимые организацией. Неудивительно, что его связывают теплые отношения с руководством Федерации профессионального бокса России. Спорт всегда объединял людей. Спорт – это образ жизни, понимаете, и бокс тоже образ жизни, понимаете, ну мы, потом у нас же, знаете, славянская ментальность. Нам дали по морде, мы в 812 году до Парижа дошли. В 41-м дали по морде, мы дошли до Берлина. Дадут по морде, куда хочешь дойдем. Так и здесь тоже. Бокс для меня – это образ, так сказать, спорт, спорт. Вы знаете, вот со семьи Дана великим постом икона была в Америке. То есть весь пост она пробыла в Америке. Потом приехала, и сейчас она улетает в Чехию. Потом из Чехии она пойдет в кругосветное путешествие на корабле «Парусники Седов». Вот будет, ну мы будем только часть возьмем, то есть Германия, Франция, Финляндия, видимо, вот, потому что это рассчитано на два года, благословение владыки Морганского. Вот, и поэтому вот в ближайшее время это у нас вот такие планы. Икона Божьей Матери, умягчение злых сердец еще не раз отправится в путешествие по городам мира. Но все же дом ее здесь, в России. И хочется верить, что вырастет на нашей земле большой храм, достойный ее величия и значения. Этот храм будем строить всем миром.